Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо, Б. Занятие с альфеджио, так называется нотная грамота, как правило, у учеников музыкальных школ и школ искусств не самые любимые. Но не в этом случае. Опытный преподаватель теоретических дисциплин Елена Пыхарева пользуется у подопечных и их родителей заслуженной любовью. Я тебе подыграю ритм, а ты прохлопай в ладоши. Там шестнадцатый. Будь внимательна. За долгую историю школы искусств, а в этом году ей исполняется 50 лет, таким образом уроки не проводились. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и возможности проводить занятия дистанционно появились сравнительно недавно. Сейчас в ДШИ учатся более 130 учеников. Очень важно, чтобы непосредственно преподаватель был рядом с ребенком, потому что элементарно он берет скрипочку в руки, смычок, то есть нужно это контролировать, как идет ручка. Вот. Ну, мы как-то постарались креативно подойти к обучению, чтобы всем было удобно и комфортно. Действительно, в отличие от школьных дисциплин, в обучении музыки, особенно на ранних этапах, особенно важно положение рук. Я сейчас сыграю первую часть, вот где именно были ошибки в арте левой руки, и буду называть тебе нотки. И если при очном контакте преподаватель без труда может поправить ученика, то дистанционно объяснить ошибку куда сложнее. Каждый звук в пустых кабинетах детской школы искусств поселка Горки-Ленинский слышен отчетливо. Сейчас в этих коридорах тишина и пустота, но это кажущаяся тишина на самом деле. Творческая жизнь ДШИ продолжается и сейчас. Продолжительность занятий разная. От 40 минут с первоклассниками до полутора часов со старшими учениками. Кроме всего прочего, продолжительность урока зависит и от объема произведения, которое изучается. В день удается провести 5-6 занятий, потому что мы начинаем после обеда заниматься тогда, когда заканчиваются уроки в общеобразовательной школе. Ведь ребята учатся и там, онлайн тоже. Как правило, это происходит в первой половине дня. Большинство занятий проходит один на один с учеником, но есть и такие, в которых принимает участие несколько человек. Ряд предметов по объективным причинам пришлось отменить. Индивидуальные, конечно, проще, групповые сложнее, но мы делаем и хор. Единственное, что мы прекратили, это хореографию. То есть каких-то прям танцев конкретных нет. У нас есть разминка, гимнастика. Танец, конечно, на расстоянии тоже очень сложно ставить. Преподаватели отмечают, что даже в таких условиях удается придерживаться учебного плана. А с 12 мая уже начался прием заявлений на следующий учебный год. Все надеются, что он начнется в обычном режиме. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.